Друзья, всем привет! Я вижу, что ролики про недвижимость вам нравятся, и поэтому у нас сегодня новый выпуск. Недавно на канале у нас выходил сюжет про апартаменты площадью 18 квадратных метров, которые расположены в здании бывшего завода. Мы вам их показали, и вы их прозвали собачьей конурой. За моей спиной дома, в которых есть квартиры и в которых есть непосредственно апартаменты, которые можно купить для офисных помещений и которые люди покупают для постоянного проживания. Там, как в квартирах. В этом видеоролике мы с вами посмотрим их, пообщаемся с владельцем. Он нам покажет, как он живет, за сколько он их купил, сколько они стоят сегодня, сколько денег он за них платит. В общем, расскажет свою целую историю, почему, как, что. Друзья, присаживайтесь поудобнее, сегодняшний сюжет вас точно впечатлит, вам он точно понравится, потому что мы его уже отсняли, и я вам скажу так, блин, в этом что-то есть. Но это совсем другой уровень, потому что мы уже находимся внутри Москвы и уже поближе к центру. Приятного вам просмотра. На ваших экранах дворец Екатерины Второй. Говорят, когда его построили, она была здесь буквально несколько раз и больше никогда не приезжала. В нашей стране есть еще один дворец, обзор на который на YouTube набрал уже более 100 миллионов просмотров. Друзья, если вам интересны сюжеты про недвижимость, я хочу вам рассказать про канал Андрея и Григория, имя которому «Движ за недвиж». На канале ребята показывают, как прокачивают старые здания, выбирают и покупают недвижимость, реконструируют и управляют объектами, ищут арендаторов. Говорят о трудностях, с которыми сталкивается большинство предпринимателей, делятся новыми бизнес-идеями, озвучивают стоимость ремонтных работ и расходы на содержание этих объектов. Если вас действительно интересует тема недвижимости, вы хотите узнать, как там происходит все в реале, не вот эти истории про успешный успех, купил за миллион и на следующий день уже выручил 2 миллиона. Переходите по ссылке в описании и обязательно подпишитесь на канал «Движ за недвиж». Парни делают реально полезный и интересный канал. Ссылочка на них ждет вас в описании. Сегодня мы прилетели с вами в жилой комплекс «Риверпарк». Примечательная особенность его – это набережная, которая расположена вдоль ЖК. Территориальное расположение от дома до центра Москвы, Кремлевской набережной, 12 километров. Я сделал публикацию в инстаграме нашего канала, что мы будем снимать данные ЖК. И все те, кто проживают в Москве и знакомы с этим районом, настоятельно рекомендовали задать одним из первых вопросов. Как часто люди, проживающие здесь, чувствуют канализационную вонь? А все почему? Вот обратите внимание на эти загадочные круги на полях. Думаете, это база НЛО? Нет, конечно, друзья. Это поля аэрации. Действующие очистные сооружения, они же поля фильтрации. Те самые поля, на которых очищают говно из канализации. Помните, в предыдущем сюжете на месте подобных полей был построен целый микрорайон. Здесь же эти очистные сооружения действующие, они находятся не так далеко от жилого комплекса. Периодически вонь от них распространяется по всему району. Но не будем сразу о плохом. Давайте пообщаемся с человеком, который купил апартаменты на 14 этаже вот в этой башне посередине. И послушаем, что он нам расскажет. Знакомьтесь, Артем. Артем, привет. Ты в перчаточке, я без. С каждым днем, что мы снимаем, все становится холоднее и холоднее. Сейчас на улице примерно минус 18 градусов. Прекрасный с одной стороны район. Сегодня такая хорошая погода. Расчищают каток, люди гуляют, дома разноцветные. Ты приобрел себе здесь апартаменты. Расскажи, пожалуйста, историю этих покупок. В 2019 году заботились покупкой жилья. Начали смотреть разные варианты. До этого два года снимали квартиру в метро Коломенское. И очень нравился этот район. Посмотрели на вторички, посмотрели новое жилье. И особо тут выбирать не из чего. Старые дома. Сходили, посмотрели пару квартир. Ну, это вообще уныние. Решили посмотреть новостройки. Разные районы смотрели. Но тут исходили из количества денег, которое было на руках. Ну, и вообще, в принципе, нравится, не нравится. Наткнули случайно на этот район, Кивер Парк. И здесь многие вещи зацепили. То есть, это такой большой зеленый район. Хорошая инфраструктура. Решили посмотреть. Квартиры ходили, смотрели. Однушки, двушки. И случайно наткнулись, что здесь продаются апартаменты. Про их апартаменты все отговаривали. Родные, близкие, что вот там налог, все дела. Ну, решили посмотреть. И в целом поняли, что это наш вариант. То есть, мы однушку купили 40 квадратных метров. Апартаменты в 2019 году вышло в 5 миллионов 900 тысяч рублей. Вопрос сразу. А однокомнатная квартира? Однокомнатная квартира здесь на тот момент стоила уже 8 миллионов. И апартаменты были почти построены. А квартира сдавалась через 2 года. То есть, она вот в конце 2021-2022 году только сдалась бы. Поэтому, ну, а нам хотелось уже заехать побыстрее. Поэтому купили апартаменты. Надо было там полгодика подождать. Немножко затянули, как обычно. Ну, в общем, в 2020 году, в начале 2020 получили ключи от однушки. Она полностью в бетоне была. Вот 5,950. Друзья, добавлю сюда сразу важную информацию. Артем сам изначально родился в Норильске. Но всю жизнь проживает в Москве. У него также проживают родители в Москве. У родителей есть квартира в Москве. Соответственно, его, например, супруга прописана в Москве. Потому что в апартаментах, в их возможности прописаться нет. Многие люди эту тему обходят как? Заходят в интернет, пишут и покупают прописки. Будем говорить откровенно. Это все в открытом доступе есть. Я слышал, там 20-30 тысяч рублей платят. Кто как договорится, получают московскую прописку. Тем самым сохраняются различные льготы. В общем, все то, что несет в себе прописка. Но, покупая апартаменты, ты изначально как бы экономишь деньги. Но при этом повышенные расходы. До них мы дойдем, когда сядем за стол в этих самых апартаментах. Ну и в итоге получили в конце февраля ключи. И хоп, карантин. Уехали на карантин, на дачу. И там просидели до июня месяца. Ну, в ситуации понятно, что ни ремонт, ничего. Потому что непонятно, что происходит. Не стали делать. А потом выход из карантина. Началась работа. В общем, мы с ремонтом немножко затянули. И жить не могли, но и ремонт не делали. Там июнь, июль месяц. Начали дизайн проекта смотреть. Что-то прикидывать. Ну, с рабочими общаться. Такая сложная история, очень муторная. Появилась идея. А что, если может быть здесь есть квартиры, ну, апартаменты уже с ремонтом. Посмотрели, да, на тот момент здесь были нераспроданные апарты. Хотя дом уже сдан был. Вот в июнь, июль месяц. Было порядка там 20 апартаментов. Но уже побольше. Там двушки, трешки. Мы, конечно, хотели на тот момент чуть побольше площадь. Просто в 2019 году не тянули по финансам. Сходили, посмотрели. Посмотрели несколько двушек. Посмотрели трешку. Посмотрели без ремонта. Посмотрели с ремонтом. Ну, и когда зашли в трешку с ремонтом, посмотрели, как все это выглядит. Вид из окна. Поняли, что вообще это квартира мечты. Надо наизнанку вывернуться, чтобы что-то предпринять, купить. Ну, и дальше у нас там такой месяц-два продажи однушки, покупка трешки, заем денег и прочее. То есть такая прямо история была на два месяца. Но все получилось. То есть мы однушку продали по итогу за 8300, хотя покупали за 5900. Вот так за один год выросла цена. То есть мы в 2019 году купили, в 2020 продали. Когда говорят про инвестиции в квартиры, вот как бы живой пример. Хотя мы для себя покупали. Ты свои апартаменты трехкомнатные за сколько купил с ремонтом? Апартаменты с ремонтом я купил за 12750. И вот пока мы с вами летим смотреть, что же там за площадь их мечты, давайте я вам для справочки добавлю. Что изначально Артем и его супруга, купив апартаменты площадью 40 квадратных метров, начали чертить план, где что у них будет стоять. В планах у ребят завести ребенка. Соответственно, проживать они там будут как минимум троем. И тут они столкнулись с тем, что площадь-то в 40 квадратов на троих, это вообще не развернуться. У ребят встал вопрос, что же ставить, диванчик маленький или шкафчик. И тут произошло для них приятное стечение обстоятельств, что их апартаменты выросли в цене, а ту трешку, которую они купили, она еще скакануть в цене не успела. Потому что чуть дальше я вам расскажу, как изменилась цена на купленные ими апартаменты за последние полгода. Вы будете в шоке. Вот смотрите, буквально несколько минут и мы перемещаемся вовнутрь двора. За нашей спиной подъезд. Вот так вот выглядит территория возле дома, внутри дома. Вот это паркинг, соответственно, в котором Артем и его супруга хранят автомобили. Только мы сюда подошли, только мы остановились, выбежало. Два охранника, вышел начальник охраны. Все на самом деле доброжелательно с улыбкой, типа, ребята, а что делаете вы, откуда, что с телевидением, что ли? То есть на самом деле это тоже показатель, согласитесь, когда ты подходишь к то, что, как. Охрана должна работать, заниматься. Артем, как тебе? Вот на твой взгляд, там все было круто. Здесь, мне кажется, что-то уже не очень, нет? Твое мнение. Ну, это сейчас после снегопада все засыпало. На самом деле летом здесь все зелено, везде газончики, красиво. То есть, ну, зимой и летом разный пейзаж, а так нормально, тихий дворик. Вот эти места парковочные, они как бы условно свободные, правильно? То есть за них, естественно, платить ничего не нужно. Можно подъехать, все время поставить машину, если удастся, правильно? И, в принципе, ты вышел вот у тебя. И стоят стороны дома, там тоже есть места, но их мало. То есть, мы когда сюда заехали только летом, здесь, в принципе, машину не было проблем припарковать во дворе, либо вдоль набережной. Сейчас, ну, даже вот буквально уже в сентябре, когда все вернулись, все, машины стало оставить некуда. Надо там по полчаса кататься, именно где приткнуть машину. Ну, и мы пошли, вот паркинг буквально в 20 метрах. Суперудобно, снял место, ставишь машину, не паришься. Многие жалеют, то есть я честно удивляюсь, тут всякие Каенны, Ик-6 машины бросают, вот на углах там бывает газель зацепит, прочее. Реально частенько происходит, но люди бросают машины за несколько миллионов и жалеют просто там несколько тысяч на машиноместо, это бред. Ну да, друзья, совсем уже другой уровень. Заходишь, вот, пожалуйста, охрана находится, проходишь дальше, здесь у тебя почтовые ящики. Слушай, ну реально, как будто, знаешь, такой некий отель. Вот какие-то декорации, казалось бы, ну ничего особенного. Здесь диланчики должны поставить, диланчики, столики, все цивильно. То есть это еще даже как бы не доделано. Ого, вот это, конечно, ребята, просто совсем другой уровень. Вы понимаете о чем это? То есть это туалет в подъезде, ты спокойно можешь сходить туда. Валер, колясочная есть там, нам небольшая, но... Так, колясочная, смотрите, и велосипедная, то есть, тем не менее, и коляски, и самокаты, и все, что нужно. А и все у тебя работа из твоего ключа, правильно? Да, да, все открывается. Ну неплохо, конечно, хлам, но как в другом, здесь народу столько живет. При этом, я думаю, можно, в принципе, и на этаже у себя все это дело поставить. Ну, многие ставят, но лучше, конечно, их не заставлять, не запомнять. То есть, общие коридоры, они никак не используются. Мы зашли, обратите внимание, никакого воя сквозняка нет. Стандартная история для этих новостроек, то, что лифты все закрыты в пленкой, дабы их сохранить, но... На мой взгляд, конечно, минус, потому что так-то в целом красиво все, симпатично, но тут раз и такая хрень. Да что ты не прячешься, что ты все прячешься, все что-то прячется, что-то он не хочет в камеру попасть. Мы на какой этаж? На 14-й. Вот пока мы едем с тобой, рассказывай, хотел ты купить на 17-м этаже апартаменты. Жена тебе говорит, да не надо, ты чего, потечет крыша. Ты такой, советские времена прошли. 20-й год, какая крыша. И на самом деле, блин, течет, течет крыша. Соседи жалуются, что не продумано. То есть, это дом экспериментальный, что ли. И тут есть свои недоработки конструктивные. Застройщик пытается исправлять, но пока что-то это не особо получается. Заходим, ребята. Ну, блин, как-то, знаете, так поблагороднее все сделано. Тук-тук, кто там? Я захожу, кстати, в подъезде прикольно сделано, что стоит датчик света. Ты выходишь, свет включается. Ты заходишь, свет выключается. Друзья, вот посмотрите просто, насколько прикольно сделана планировка. Это как раз то, о чем я всегда говорю, что вот так мне кажется интересно. Вы проходите, у вас, в принципе, большая прихожая раз. С левой стороны вас начинает встречать кухня, которая плавно перетекает также в гостиную. С кухни вы можете выйти на балкон. Пожалуйста, до балкона мы сейчас с вами дойдем. Это отдельная история. Но сам факт того, что у вас получается большое пространство. Пришли кухня, с одной стороны, небольшая, но с другой стороны, мойка есть, духовки есть, варочная панель есть. Кому-то, может быть, покажется мало. Под ваш вкус, под ваш кошелек, чик-чик-чик-чик, заплатил тебе сделать так, как ты хочешь. Вот интересный момент. Смотрите, сегодня на улице минус 17 градусов. И когда я сделал публикацию о том, что мы будем снимать этот ЖК, подписывайтесь в инстаграм. Там всегда свежие новости. Люди пишут, задай-ка ему вопрос, что там у них с окнами. А с окнами здесь, парни, самая настоящая проблема. Соответственно, когда застройщик строил дом, получилась такая техническая недоработка. И вот сейчас у нас, например, на улице холодно. Все обледенело нахрен. Потом, когда поступает солнце, все это начинает оттаивать, и здесь образуются целые лужи. Вот это все дело по-хорошему нужно переделывать. Единственное, застройщик говорит, что это в пределах нормы. То есть, что лоджии холодные, и типа так и должно быть. Но вот у нас вчера, несмотря на то, что холодно, пригрело солнце, и на одном из балконов просто вот это все растаяло. Там пощикало лодку воды. И у соседей такая же ситуация. То есть, нас сверху затопило. И у других жителей тоже такая история. То есть, может быть, там металлические направляющие. Я не знаю. В общем, все потепло. На балконе пощикало лодку воды. Ну, по-моему, непорядок. Вот этот ремонт, который вы видите, да, это все сделано от застройщика. Изначально здесь должна была идти как бы перегородка, должна была быть стена. Но это, на мой взгляд, вы уже поняли, что я люблю такое, когда много пространства. Обратите внимание, огромное количество кубков. Это все Артем. Артем занимает спортом. Нет, конечно. Эти кубки его супруги. У нее школа бальных танцев. Соответственно, если у кого-то из вас есть дети, в качестве благодарности. Алина, привет. Оставляю ссылочку на них. Заходите, смотрите. Вполне возможно, своего ребенка вы отправите заниматься именно к ней. И он у вас станет чемпионом. Будут столько же кубков. Далее. У нас гардеробная. Соответственно, здесь у них будут вещи висеть. Здесь у них стоит стиральная машинка. Проходим чуть дальше. У нас, получается, туалет с ванной совмещенный. Пространства достаточно. Все чисто, аккуратно. Потолки, в принципе, высокие. Ну, из того, что раздражает, например, что свет выключил, и вот этот свет погас. Ну, то есть, электрик проложили так, что она вроде выведена, но выведена странно. Ну, странно. То есть, ты хочешь сказать, что нельзя оставить, чтобы это светилось, а там не светилось. Да, нельзя. То есть, если все включено, то все включено. Да. Ну, вот так вот от достройщика проводка проведена. Люк здесь такой большой. И немножко, ну, если его полностью закрываешь, то он застревает. Но, в целом, здесь теплый пол есть большой. То есть, у нас здесь теплый пол сделан? Да, да, да. А, отдельно включается? Отдельно включается регулятором теплый пол. Здесь у нас начинаются две комнаты. Здесь у нас первая спальня комната. Их раз. И дальше мы проходим здесь уже, ну, там в планах, возможно, это будет детская комната, как ребята решат. Подойди, пожалуйста, поближе, покажи, что у нас открывается из окна. А из окна у нас, в принципе, открывается панорамный вид, но на старый такой город. Да, ты живешь в апартаментах, новостройка, видишь из окна старые дома. Заходим в спальню. И в спальню у нас есть второй балкон. Тот самый балкон, про который Артем рассказывал, что его затопило. Выходим сюда, места здесь немного, но здесь прям реально как раз напрашивается рабочее место, что, собственно, он себе и сделает. Ну, это реально круто, друзья. Представить только то, что здесь сейчас тепло. Ты сел, спокойно работаешь, сосредоточился, встал, потянулся, посмотрел в окошко. Это круто. При желании сюда бы можно было какой-нибудь турничок, наверное, повесить, там, потягиваться, ну, чтобы не затекали мышцы. В общем, друзья, уровень, соответственно, совсем другой. И, конечно, 70 квадратов, за которые он отдал 12 миллионов 750 тысяч рублей. Но не забывайте одно, что это апартаменты. Друзья, вот еще что мне понравилось в рассуждениях Артема, что он очень круто продумал свою жизнь. В каком плане? Вот смотрите, вот у него свой бизнес. Соответственно, он взял в аренду офис, который находится буквально в 15-20 минутах езды от дома. У жены у твоей есть школы больные? Да, школы больные. Соответственно, они находятся на юге Москвы. И получается так, что она утром едет, получается, в область, соответственно, не стоит особо в пробках. А вечером, когда все с работы возвращаются, наоборот, в область, она едет как бы в центр. Тоже особо в пробках не стоит. Это тоже, на самом деле, ну, круто. Я думаю, квартирка вам понравилась. На самом деле, заходишь, впечатляет. Уютно, тепло, приятная атмосфера. Купил ты ее за 12 миллионов 750 тысяч рублей. Это апартаменты. Какой налог в год? Примерно считали, пока еще за прошлый год налог не получили. Поэтому 2% от кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость, она всегда ниже рыночной. Мы посчитали сейчас с тобой, это где-то 6300 в месяц получается налог за порт. 6300 в месяц, сюда мы плюсуем коммунальные расходы. Сколько у тебя за последний месяц коммуналка пришла? За последний месяц 9600 у нас коммуналка. Это все вообще полностью. 6300 плюс 9600, друзья, давайте округлим. Это примерно 16500 рублей ты платишь за то, что проживаешь здесь один месяц. Но сюда не забывайте. Машину можно ставить на общей площадке. Вы же ставите на платную. Еще плюс 8000 рублей вы платите за парковочные места. Тут уже, друзья, смотрите, читайте. Таким образом мы уже приближаемся к цифре примерно 24 тысячи рублей. Тебя содержание этой квартиры, вот такие цифры, как-то напрягают. Ну, в целом я готов был. Ну, не хочешь на паркинг, ставь во дворе. В соседней башне вот сейчас апартаменты такие же продают с ремонтом за 20 миллионов. Это пипец. При этом ты купил эти за 12 750. И такие же в соседней. Полгода назад, да. Вы просто представляете, как меняются цены. Это просто какой-то коралл даже сначала не верится, что, да ладно, 7,5 миллиона, по миллион сто, там, миллион двести в месяц, плюс цена растет. Офигеть. Многие люди отмечают, что здесь летом при стечении обстоятельств может дико вонять, потому что там есть очистные сооружения. Вот ты здесь проживая, расскажи, как это происходит на самом деле. Слушай, ну, есть такое. Просто про это немножко преувеличивают. Может быть, нам везет. Иногда бывает складывается так, что какая-то влажная, пасмурная погода, ветер дует. И, ну, несколько раз за лето, там, один, два, три дня, бывало, воняще стояло. С этим пытаются разобраться, но она, короче, не такая критичная, как про это все говорят. Короче, попытался Артем взгладить углы, друзья. Да, факт в том, что отмечают люди, кто здесь проживает, кто приезжал сюда посмотреть квартиру либо апартаменты, ну, пишут об этом. Вы можете зайти сами почитать отзывы, что вонь здесь присутствует по инфраструктуре. Насколько я знаю, здесь есть детский сад и школа, но у тебя пока что детей нет, и ты как бы не знаешь по очередям, что как происходит. Да, ну, я думал, что был по мере поступления проблем разбираться с ними. Проблем. Ну, как бы школа, сад есть, есть там поликлинику строят сейчас тоже, этот же застройщик, он строит поликлинику и торговый центр здесь. То есть здесь целый такой микрорайон застраивает, все воедино. И еще, что интересно, на сегодняшний день, если вы отправитесь до ближайшей станции метро Коломенской пешком, то это примерно 30-35 минут. Ну, примерно, плюс-минус. Ну, пешочка, если бы, да. Но у них планируют построить новую станцию, да, тут кольцо строится новое, то есть она буквально будет через Затон, должна мост построить. Да, здесь мост построят буквально через год, обещают. И вот в 22-м году должны запустить Большое кольцо, соответственно, здесь одна станция и там 10 минут ходьбы будет другая станция Кленовый бульвар. Слушай, расскажи такое еще интересное наблюдение, вот ты сам занимаешься бизнесом, вот у вас здесь аренда, в некоторых местах написано, вот вроде казалось бы все застроено, да и вообще локация-то в принципе хорошая, но тем не менее висит там аренда, что, ну, свободные площади. Ты вроде как интересовался и говоришь, что здесь очень высокая, да, цена аренды. Я интересовался и тут на самом деле много мест свободных и в тех домах, которые раньше построились и в апартаментах, но цена за аренду за квадратный метр просто космос. То есть помещение коммерческое там 67 квадратов, оно стоит в аренду 250-300 тысяч, при этом тут нет метро рядом, ничего. Соответственно, все это закладывается в цену, там, кафе, пекарен, салонов красоты, то есть им надо все это отбивать. И мы хотели, вот у меня у жены школа бальных танцев, думали для детей может быть школу открыть, но это просто не окупить никак. Например, там кофейня есть, кофе будет стоить там рублей 200, а через дорогу, там через дорогу 100. Такой же кофе. Вот вам, пожалуйста, и то же самое с продуктами, да, все, что находится на территории ЖК-магазины, продукты, получается, все реально дороже. Да, да. Чуть за страну вышел, уже все дешевле. Ну, наверное. Но, ребята, не забывайте о том, что все-таки мы находимся в Москве и находимся не где-то там на окраине, место хорошее, я вам с карты это все показываю, я к тому, что сегодня по щелчку пальцев абсолютно любая кафешка, ресторан, магазин, доставка на дом прямо до дверей. Понятно, что апартаменты сами по себе по содержанию дороже, но здесь есть куда мощнее минус. Ты заехал, живешь, все хорошо, вот над тобой заехали соседи. Да, для меня это вообще было очень неожиданно, потому что соседи заехали в час ночи, и мы слышали все их разговоры, кто куда пошел. Еще у них ребенок маленький, и он постоянно бегает-бегает, и это просто взорвало мозг, то есть сразу ночью начал искать, как сделать шумоизоляцию. Все, несмотря на то, что здесь потолок уже был, мы сняли потолок, сделали несколько слоев шумки и снова потолок поставили. Из-за того, что здесь апартаменты, здесь система пожаротушения стоит, как в офисах, в нежилых помещениях. Из-за этого шумку было тоже проблематично делать, но намного лучше стало. Не идеально, конечно, но значительно лучше. Страшнее всего будет, если над тобой бы заехали не люди жить, а заехал бы кто-то, например, с фитнес-центром. Я такое слышал, что люди, например, покупают апартаменты, живут там, допустим, на седьмом этаже, а на восьмом этаже у них человек занимается персональными тренировками. Фитнес-тренер гантели, штанги все бросает. У других, например, апартаменты сдаются с красивым видом специально под дискотеки. То бишь вечером ты пришел, у тебя там вечеринка, потусить, погулять, ты будешь жаловаться в полицию, но ты это все знаешь. К тебе приедут, тебе скажут, типа, пока-пока. Нам с соседями пока тьфу-тьфу-тьфу повезло, то есть все семейные живут на этаже, все нормально. Есть этажи там на третьем, четвертом этажах, там жалуются, что квартиры сдают в аренду, и там молодежь гуляет, будние, выходные, любые дни. Ну и также тут на семнадцатом этаже тоже фитнес-зал, как раз, как ты рассказываешь, то есть инструктор, он сам там живет, насколько я понимаю, в другой комнате тренируют, и там штанги, гантели, все. Соседи думали, там ремонт делают, а там просто штанги тягают, и то есть это не закончится вообще никогда у них. Поэтому, ну, пару офисов есть, но покупать здесь под офисы апарта, мне кажется, это не очень задумка. Хотя изначально вообще это планировалось, этот комплекс из трех зданий, он планировался как офисно-деловой центр, то есть он называется ОДЦ, это типа офисы. Но при этом они полностью тут, выводы все под кухню, под... Ну, ты вот в целом побаиваешься, или как бы, что кто-то заедет по соседству, может этажом ниже, и как врубит тебе в двенадцать часов? Нет, ну, Маргарита! В любом случае, мы когда заезжали, ты с управляющей компанией договор подписываешь, ну и там прописан закон о тишине, так же, как в обычных квартирах. То есть ты в договоре все прописываешь, ты не шумишь, ведешь себя достоинно. Но он распространяется, этот загон, он уже вроде распространяется. Ты договор подписываешь с управляющей компанией, соответственно, ну дальше с тобой судиться могут начать все. То есть, ну, вот сейчас у нас охрана появилась в ОДЦ, круглосуточное там видеонаблюдение. Ну, охранники тоже там, если ты будешь гудеть ночью, то придут и как-то воздействуют на тебя. Из общения с Артемом мы понимаем, что ему здесь больше нравится, чем не нравится. И дай бог, чтобы так было и дальше. Больше всего, за что я переживаю, чтобы у него не появилось какого-то веселого соседа, который будет ему доставлять дискомфорт в ночное время. Но, тем не менее, можно залететь в интернет и прочитать отзывы про этот ЖК, дабы таких достаточно. Есть интересные, я вам их выведу на экран, вы можете нажать на паузу, почитать. Так, например, один человек снял там специально квартиру пожить, что я считаю правильным решением для того, чтобы понять, стоит ли ему покупать там квартиру. Вот смотрите, в этих домах есть теплый подземный паркинг. Выходите в подъезд, нажимаете на кнопочку лифта, спускаетесь и у вас машина стоит под землей тепленькая. Но, когда была весна, говорят, паркинг этот затапливал раз. Самая-то интересная, не это, самая интересная цена для того, чтобы у вас было парковочное место, на сегодняшний день, поговаривают, нужно отвалить 3 миллиона рублей. Как вам такое? Если вы хотите взять его в аренду, пожалуйста, ценник называют примерно 15-20 тысяч рублей. Ребята, за машина место. Далее, люди возмущены тем, что когда видят договоры купли-продажи, когда они покупали у застройщика квартиры, удивляются, почему народ хочет на них навариться. На однушку накидывают 5-6 миллионов, на двух-трехкомнатную накидывают 6-8 миллионов рублей. И это еще квартиры без отделки. С одной стороны, можно сказать, что люди обнагрели, а с другой стороны, вот такая у нас в стране стабильность. Более того, как только там появится поблизости станции метро и все до конца будет застроено, цены вырастут еще выше. Те плюсы, которые отмечают люди, что здесь есть закрытые площадки. Да сегодня везде есть закрытые площадки, в принципе, куда бы вы ни приехали, даже в старые дома, там есть территория огорожена, где могут поиграть дети. У некоторых подтекают трубы, у других брак с окнами. Третьи говорят, что у нас все хорошо, зимой мы батарею практически не включаем, все у нас замечательно. Сама суть того, что это, по сути, обычные дома, чего-то прям необычного в них нет. Все жалуются повально на шумоизоляцию. Вот казалось бы, почему изначально, если речь о миллионных ценах на эти дома, вы не сделаете сразу хорошую шумоизоляцию? Чтобы это была фишка вашего жилого комплекса, приходите, у нас тишина. Нет, мы гуляли, естественно, в будний день отовсюду раздаются звуки перфоратора. Если этот ролик смотрят жильцы, я хочу, чтобы вы услышали. У меня нет абсолютно никакого желания как-то засрать ваш ЖК. Я знаю, что среди вас будет куча людей, которым тут все нравится, всем довольны. И вы найдете больше плюсов, чем минусов. Дай бог, чтобы ваше проживание приносило вам только удовольствие. Тот же момент, ребята, это Москва. Это дорогая земля. Требовать от какого-то ЖК, чтобы там было мало машин, было больше зелени, была тишина, но это нереально. Кому хочется, такие квартиры в Москве, мне кажется, не продаются вообще. Это издержки и минусы мегаполиса. Вопрос. Вот ты рассказываешь, новый жилой комплекс, здесь все у вас понастроено. Ты уже пожил здесь в теплое время года, в холодное время года. Ты вот мне скажи, как правило, я знаю, что люди, возвращаясь домой с работы, приходят, вот, кухонка, поел, чайку попил, диванчик прыгнул. У тебя телек 75 дюймов. Лежишь, смотришь, вот тебе, пожалуй, жизнь дома, условно. Ты пользуешься хоть чем-то во дворе? Каток у вас расчищают. Когда последний раз на каток ходил? Когда последний раз ходил гулять вдоль твоего живописного ЖК? Прогуливался. Было хоть раз вообще такое? Слушай, на каток вот мы с женой до сих пор не дошли. Коньки нашел, все, приволок. Но пока не добрались. А гуляем, ну, пару раз в неделю выходим. Летом бывает чаще. То есть, приятным вечером взять кофеек, пройтись, просто воздухом подышать, немножко перезагрузиться после работы. Также здесь кроссфит-площадка хорошая есть. То есть, я на турнички регулярно хожу, занимаюсь. И там прямо, ну, движуха, жизнь кипит летом. Набережная здесь просто битком летом. Ну, то есть, с детьми гуляют, весело. А по минусам? От людей все зависит. Так бывает, приезжают, музыку слушают или буянят. Но буквально там 200 метров отсюда видно. Отдел УВД, соответственно, ты позвонил. Через 3 минуты патруль здесь, наряд, все... Ну, это тоже по всех выселили. То есть, его видно здесь из окна и реагируют моментально. Люди жалуются, что у них за однушку приходит платежка. Больше там, чем у меня за трешку в полтора раза. Но кто-то просто там плачется в чате. Кто-то идет и вживую там все эти показания сверяет. У нас тоже было, однушка в бетоне стояла, вообще ничего не было. Там пришел платеж за электрику и за воду. Но я в бухгалтерию обратился, довольно быстро все... При том, что у вас не электрики, не воды, тогда еще не было. Да, да, но я говорю, что у нас вообще ничего нет. Они вот там, проверьте показания. Говорю, какие показания у нас вообще бетонные. В нее никто не заходил там полгода, пока карантин был. Артем, приближаясь к завершению. Если бы к тебе обратился человек с таким вопросом. Ну вот, дай свой совет, как выбрать именно апартаменты в ЖК. На что бы ты посоветовал ему обратить внимание? Во-первых, рекомендовал бы калькулятор просто в руки взять и посчитать. Ну, сейчас много где в хороших местах, там рядом с метро, в проходных местах, строят именно апартаменты, а не квартиры. Ну, по определенным причинам застройщикам выгоднее. Но это классные места, классные районы. И получается так, что ты за эти деньги можешь либо возле метро, где-то недалеко от центра, там на Тульской условно взять апартаменты, или можешь где-то там в Южном Бутово за те же деньги взять квартиру. Соответственно, ну, в зависимости, что ты хочешь. Берешь калькулятор и считаешь налоги, коммуналка, все это на круг складываешь. Здесь получилось так, что вот квартиры продаются, продавались изначально на 50% дороже, чем апартаменты. Причем апартаменты, вот они готовы, бери, заезжай, квартиры через два года сдадутся. Поэтому тут надо именно с разумом, с калькулятором подходить к этому вопросу и все. Поэтому, друзья, имейте в виду, информация действительно интересная. И здесь все верно сказано, что в первую очередь все нужно высчитывать. И несмотря на то, что кто-то скажет, ого, да тут получаются платежи такие бешеные. Он купил квартиру на 50%. Я уж извиняюсь за то, что я постоянно ошибаюсь, говорю квартиру. Вы понимаете, что речь идет про апартаменты. Он купил апартаменты на 50% дешевле, чем квартира. Он не может прописаться здесь. Да для него это не проблема. У него есть где прописаться. Поэтому тут каждую ситуацию индивидуально в жизни смотрите под себя. Как, что происходит у вас. Зачастую люди покупают замкадом, а потом начинается до работы. Два часа ехать на машине. Это бензин, это расход. Это все тоже нужно учитывать. Два часа обратно с работы. Нервы постоянные. Никуда не выйдешь. Вот мы уже съездили за город. Посмотрели, как там люди живут. В выходной день выходишь, просто ничего нет. У человека спрошу. С друзьями у вас ходить. Но есть здесь, говорит, шаурмичная. Я говорю, нет, ну а кафе какая-то? Ничего нет. Нужно ехать железнодорожной. До железнодорожного СМКВ, который будешь ехать два часа. Здесь же все по-другому. Да, здесь это дороже. Но вот кто как успел. Потому что 12 750 и 20 сегодня для меня в голове просто-напросто не укладывается. Артем, тебе огромное спасибо. Очень у тебя уютно. Я тебе честно скажу. Мне даже понравилось так, что я даже сижу думаю, блин, нифига, прикольно. Друзья, Артему говорим спасибо. Напомню, что ссылочка на его супругу и школу ее в описании. А мы идем делать выводы. Ну что, вот такой у нас сюжет получился. Согласитесь, впечатляет. Когда ты заходишь домой, достаточное количество света, уютно. Подчеркиваю, квартиры еще без обустройства. То есть они не докупили все то, что хотят купить, не создали там домашний уют. Кто-то говорит, не нравится, фуфло. Высказывайте ваше мнение в комментариях. Друзья, поймите правильно. Ни в коем случае я не делаю никому какой-то рекламы. Нет никакой скрытой рекламы. Все спонсоры наши официально известные, я вам это все озвучиваю. Они остаются по ссылочкам в описании. Я специально вам в этом сюжете поднял отзывы людей, кто пишет про квартиры, которые купили здесь. Картина вот такая. Ну а выводы делать только вам. Я читаю все ваши письма, вижу, что довольно-таки большое количество людей готовы пригласить к себе в гости. А это значит, вам нужно подписываться на канал прямо сейчас. Потому что дальше мы будем снимать и про загородную недвижимость. Мы снимем квартиры подороже. Мы снимем квартиры подешевле. Мы снимем различные варианты с недвижимостью. В общем, друзья, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канал. Потому что там всегда выходят только свежие новости. У меня сегодня все. До новых встреч. Всем пока-пока.